Друзья, доброго всем вам здоровья! А у нас продолжается щенопад. Щенки сыпятся, как небесные блага, в коробках, в клетках, кто в чём, в мешках. И как благодарить наших доброходов, я даже не знаю. Подбрасывая малыша в приют, эти люди считают, что они сделали доброе дело. Как же? Они же его подбросили в приют. А кто-нибудь из вас, добренькие, задумывается над тем, чем нам этих малышей кормить, если государство нам не помогает? Как нам их прививать? Чем лечить? Чем обрабатывать? На какие средства? Люди, когда же вы хоть немножечко немножечко откройте свой разум. Когда хоть немножко начнёте задумываться, что подбрасывая нам малышей, нам надо и помочь. Мы не против заботиться о этих детях. Но только с вашей помощью мы можем их спасти, вырастить и пристроить. Только если вы поможете нам. Какие слова мне подобрать, ребята? Какой крик из души вытянуть, чтобы меня услышали? Ребята, как спасти этих детей, не имея материальной поддержки от государства? Ведь выживаем мы только на ваши пожертвования. Друзья, многие щенки, что попадают к нам, их заживо сжирают клещи. И не только это. Самое страшное, когда дети, у них проявляется пироплазмоз. И спасать их гораздо труднее. Клещи — это страшный бич любого приюта. Люди, выбрасывая малышей. Ну, не выбрасывайте вы их в поля, где для них вообще нет шанса выжить. Но если уж вы считаете себя добрым, то хотя бы оставьте эту коробку возле рынка или магазина. Там больше шансов, что их увидит зоозащита и спасёт. Кроме зоозащиты, есть ещё много неравнодушных, добрых, нормальных людей. Дайте детям, которые для вас нежеланны, дайте им шанс на жизнь. Бог всё видит, люди. Хоть немножко задумайтесь об этом. Друзья, как часто малыши, которых вы подбрасываете под ворота, в коробках, в мешках, как часто они сидят там часами? Голодные, обезвоженные ребята. И потом, когда мы их всё-таки удаётся спасти и забрать, они набрасываются просто с чудовищной жадностью на еду и на воду. Люди, будьте милосердны. Пожалуйста, не обрекайте детей на муки. Это же такая страшная смерть от жажды, от голода. А они маленькие. Они просто дети. Ну, хоть немножечко. Найдите в ваших сердцах каплю жалости, каплю сострадания. Ну, будьте людьми, пожалуйста. Этот ролик — это обращение от имени малышей к вам, к вашим сердцам, к вашему разуму, к вашему милосердию и к вашему состраданию. Это дети. Маленькие дети. Почему же мы проходим мимо? Почему же мы не реагируем на них? Ребята, вырастить ребёнка — это же так тяжело. Увожу, у каждого свой ребёнок есть, человеческий. Сколько заботы и тепла, и любви он требует. Ребята, неужели мы не найдём каплю добра в своём сердце, чтобы поделиться ею вот с этими маленькими, лохматыми детьми? Они ведь тоже имеют право на любовь, на заботу. А их просто взяли и как мусор выкинули. Я обращаюсь к вам. Друзья, от имени этих маленьких детей я прошу вас отозваться и помочь нам их спасти. Вы с нами, мои хорошие? Вы с нами? Знаете, я не знаю, от чего сердце больше щимит, когда видишь окровавленную собаку взрослую или когда видишь маленького, голодного, истощённого ребёнка. Вам решать, ребята. Но я с ума схожу, когда нахожу голодных малышей, когда нахожу их еле живых, когда нахожу их обезвоженных, когда нахожу их испуганных, и когда берёшь на руки, он прижимается к тебе и замирает, как ребёнок. И я прошу вас, люди, помогите мне спасти детей. Пожалуйста. И ещё. Посмотрите, какие малыши! Посмотрите, какие красивые, замечательные, чудесные дети! Одно слово – дети! Но, ребят, как же выжить? Как же выжить нам, мои хорошие? Как спасти их? Ведь их надо вырастить, поставить на пиар, рассказать вам о них. Они потрясающие. Они дети. А ещё обидно, знаете что? Что почему-то ролики, что мы выпускаем с нашими детьми, с нашими подброшенными, голодными, маленькими, отобранными умам. Эти дети почти не вызывают отклика в сердцах. И помощь на их, на такие ролики, ребята, почти не поступает. Чем это объяснить, мои хорошие? Чем? Чем эти дети хуже окровавленной собаки? Ну что мне их кетчупом побрызгать, чтобы привлечь ваше внимание? А, ребят, эту роль не потеряла. выросли я пять мемодельник, что я не понял. 것 семи действительно помогает за máximа, для почта. Та posи Продолжение следует...